Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня 10 июля, вы смотрите обзор главных аграрных новостей. К сожалению, повестка дня не сильно поменялась за неделю. Все так же дешевеет зерно, все так же дорожают средства производства, а правительство раздумывает, что с этим делать. Актуальные цены, новые законопроекты и дагестанское ноу-хау против потрав и посевов. Далее в выпуске. В минувшую субботу мы рассказывали, что российская пшеница в глубоководных портах подешевела до 244 долларов за тонну. Прошла неделя и снова падение на 10 долларов. Цена на пшеницу с протеином 12,5% опустилась до 235 долларов за тонну, сообщает агентство Refinitiv. График динамики цен демонстрирует картину смотреть и плакать. Такую же тенденцию наблюдаем и на египетских тендерах. Новая неделя, новая закупка и снова снижение цен. В этот раз российским экспортерам удалось пробиться в число продавцов для Египта. Арабская республика приобрела 60 тысяч тонн российской пшеницы по цене 240 долларов на условиях ФОП. Пшеница должна быть поставлена в первые две недели сентября. Помимо России в тендере победила Румыния, которая поставит в три раза больше – 180 тысяч тонн пшеницы. Румыния смогла предложить более низкую цену – 237 долларов за тонну. Напомним, что во время прошлого тендера, 28 июня, цена на пшеницу была на 5 долларов выше. Центр Агроэкспорт после предыдущего тендера сделал расчет экспортного паритета и заявил, что цены на пшеницу на юге России должны снизиться еще на 1500 рублей, а в центре страны – на 2000 рублей. И ведь действительно, мы видим, что на юге пшеница дешевеет активнее, чем в других регионах. Глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сообщил в понедельник, что внутренние цены на пшеницу с протеином 12,5% составляют в глубоководных портах – 13 400 рублей, на мелководье – 12 620 рублей. Сколько будет продолжаться обвал цен? Пока на этот вопрос смог ответить только Ибрагим Рамазанов, профессор базовой кафедры торговой политики Российского экономического университета имени Плеханова. Эксперт отметил, что основные мировые импортеры пшеницы – Китай, Индия и некоторые другие страны – накопили значительные страховые запасы. Поэтому спрос с их стороны сейчас слабый. Другой важный фактор – это ожидание высокого урожая пшеницы, как в мире, так и в России. Вероятно, котировки будут снижаться и в начале осени, а вот потом, когда страховые запасы будут использованы, спрос со стороны внешних рынков возродится. И это приведет к стабилизации цен на внутреннем рынке пшеницы, отметил эксперт. Другие аналитики рынка по-прежнему видят перспективу получения очень хорошего урожая. В частности, Савакон отмечает, что в Ростовской области и Краснодарском крае, где уже началась уборочная кампания, урожайность близка к рекордной, а в Поволжье пока несколько ниже среднего уровня. По данным Минсельхоза России, к 7 июля 2021 года зерновые были обмолочены с площади 1,3 млн гектаров. Собрано больше 4,5 млн тонн зерна. Средняя урожайность – 34,4 центнера с гектара. Лидером и по сбору, и по урожайности пока остается Южный федеральный округ, где намолотили 2 млн 267 тыс. тонн зерна при урожайности средней 44,3 центнера с гектара. Северный Кавказ собрал почти 2 млн тонн зерна при урожайности 31,4 центнера с гектара. По площади обмолота мы сегодня вдвое отстаем от предыдущего года. И это было бы не критично, если бы не осадки. По югу Ростовской области прошли неприятные, но рядовые дожди. А вот Ставропольский край пострадал и от ливней, и от шквалистого ветра, и от града. Разгул стихии произошел 4 июля. Пострадало более 16,5 тысяч гектаров, сообщил региональный Минсельхоз. Ущерб аграриям оценивается в миллиард рублей. И самые значительные потери в Ипатовском, Апанасенковском, Красногвардейском и Труновском районах. Мы благодарны нашим читателям, нашим подписчикам, в особенности Михаилу Скрипцову, который первым отреагировал на наш призыв сообщать, какую вы получаете урожайность. В комментарии к прошлому выпуску он поделился данными по урожайности озимого, очменяя и пшеницы, 80 и 62 центнера с гектара. Новоалександровский район, результат достойный. Друзья, присоединяйтесь, пишите, что показывает бункер у вас в хозяйствах. Плавающая пошлина на экспорт зерна, которая начала действовать в России со 2 июня, за месяц изъяло у аграриев почти 90 миллионов долларов, подсчитали в Российском зерновом союзе. Вице-президент РЗС Александр Коргут объяснил, что ни экспортеры, ни перевозчики, ни портовики цены на свои услуги не снизили и за все расплатилось самое первое звено в этой цепочке – сельхозпроизводители. Коргут отметил, что в европейской части страны пшеница 4 класса за месяц подешевела на 14 долларов и снижение продолжается. Одна из причин в больших переходящих запасах – где-то порядка 25 миллионов тонн, которые давят на рынок. Что будет дальше? Отменят ли пошлину? Мы все на это надеемся. Но вот Андрей Сизов, глава Савэкона, в интервью изданию «Бизнес онлайн» признался, что очень сомневается в такой перспективе. Вот что он говорит. «Надеюсь хотя бы на отмену в ближайшие годы, когда власть наконец поймет, что она натворила. Публично, конечно, она ничего не признает, но хотя бы задумается о том, что происходит. Ключевые показатели – это пассивная кампания 2022 года, которая начнется уже в августе. Пассивные площади под озимами, полагается в икон, в этом году могут уменьшиться на 5-10%, чего не случалось уже очень давно. И если это произойдет, то правительству придется задуматься о последствиях плавающих пошлин. В начале этого года мы наблюдали, как правительство России после окрика со стороны Владимира Путина экстренно и бестолково вводило различные меры контроля продовольственного рынка. Квоты, замороженные цены, три вида пошлин – с этими точечными мерами решено покончить. Теперь правительство России разрабатывает целую систему защиты внутреннего рынка от роста мировых цен. «Эта система будет распространяться не только на продукты питания, но также на удобрения и на металлы», пишет газета «Ведомости». В чем смысл системы? Во-первых, правительство будет составлять прогнозы по ценам на товары на мировых рынках и на внутреннем рынке на 8 недель вперед. Если окажется, что в течение этих ближайших 8 недель товары по цене превзойдут какую-то красную черту, то есть могут сильно подорожать и разогреть внутренний рынок, то эти товары будут наказаны пошлинами, демпферами, квотами, либо, если речь идет о какой-либо дефицитной культуре, то ее производство будут субсидировать. К сожалению, никакой конкретики, больше дополнительной журналисты газеты «Ведомости» разузнать не смогли. Кабмин, как и прежде, разрабатывает свои экономические стратегии за закрытыми дверями и будет разрабатывать их до конца июля. По окончанию этого месяца должны все представить Михаилу Мишустину. Но вы не волнуйтесь, что бы они там не обсуждали, когда все будет решено, нам обязательно сообщат. В некоторых регионах России возникают сложности с заготовкой сочных кормов. На юге страны были случаи, когда сено скосили, но высохнуть ему не удалось из-за дождей. А вот в Татарстане, Башкортостане, Амурской, Омско-Оренбургской областях и других регионах ситуация противоположная. Там сена нет из-за жары и засухи. Об этом сообщил глава Ассоциации «Союз молоко» Артем Белов. В Минсельхозе России отметили, что к 5 июля было заготовлено 4 млн 640 тыс. тонн кормов. Это на 15% раньше, чем к тому же моменту в прошлом году. Объем переходящих остатков не очень велик, чуть меньше 5,5 млн тонн. Это где-то 15-17% от годового потребления, пишет газета «Коммерсант». Всего для животноводов необходимо заготовить более 31 млн тонн кормов. Так что сейчас обеспеченность ими находится на уровне 15%. Это заставляет Министерство сельского хозяйства тревожиться. Чиновники предлагают перераспределять сырье для сенажа между регионами. Субъектам уже дана команда оценить перспективы кормозаготовки и потребности в кормах. Но это, говорит Артем Белов, все равно спровоцирует рост себестоимости молока. А себестоимость за год и так уже увеличилась на 16-18%. А вот в Дагестане проблема с очными кормами для КРС и МРС много лет решалась сама собой. Некоторые хозяева просто отпускали свой скот в свободное плавание. Пробитание животные находили себе сами на соседних полях, в чужих огородах. А в Хасавюрте беспризорные коровы пристрастились к зеленым насаждениям, причем как общественным, так и частным. Управлению коммунального хозяйства города это надоело. Бродячие животные гадили в парках и скверах, а также создавали опасные ситуации на дорогах. И в конце концов управление коммунального хозяйства решило отлавливать коров и отправлять их на штрафстоянку в Махачкалу. За отлов и доставку одной коровы скота хозяину скота придется заплатить 2500 рублей. А за содержание животного еще 1600 рублей в сутки. Правда, если хозяин не объявится, что будет с животным, в управлении коммунального хозяйства не уточнили. На этом наш выпуск завершен. Желаю всем сухой и благоприятной погоды для уборки. Спасибо, что остаетесь с нами.